Утренняя прогулка с его божественной милостью Ачеба-Ктивиданты с вами Прабхупады. 23 апреля 1975 года во Вриндаване. Есть все условия для того, чтобы производить пищу. Но поскольку мы негодяи и демоны, природа будет ограничивать производство пищи. Обрыться о пищи. Но эта машина остановится, как только увеличится население, состоящее из негодяев и демонов. Но машина уже есть. За всем стоит Кришна. Мая Дьякшена. По его воле он говорит, не давай здесь ничего. Мая Дьякшена. И поставка прекращается. Они этого не знают. Они занимаются научными исследованиями. Какие научные исследования? Приведите воду сюда. Столько воды в мире. Приведите эту воду. Опресняйте ее. Вы ведь такой великий ученый. И по воле Господа весь солнце. Оно испаряет воду из моря. Она очищается от всей соли. И в обилии проливается на сушу. И та же вода снова стекает рекой в море, резервуар, водохранилище. Ничто не теряется. Ученые смогли искусственно опреснять океанскую воду, чтобы сделать ее свежей, для орошения. Но это очень дорого. Это очень много требует энергии. В этом их дефект. Они теоретизируют, но когда доходит до практики, денег нет. Нужно собирать налоги. Они будут облагать налогами людей и делить эти налоги между собой. Особенно сейчас все правительства по всему миру банкроты. У них нет денег. Грядет огромный хаос для этой безбожной цивилизации. И, говорится отчетливо, не будет ни зерна, ни сахара, ни молока. Все это исчезнет. Ешьте своих сыновей и дочерей. Вы очень любите есть мясо. Ешьте своего сына. И они так и будут делать. Я думаю, что они уже это делают. Ты знаешь? В Африке, да. Не в Африке. А в Вьетнаме, что я слышал, что с северо-вьетнамцы и вьетхонг, они убивали. Нет, нет, они сейчас убивают ребенка в утробе матери. И этот абортированный ребенок подается в ресторане, в отеле. Писали, что это делается в Нью-Йорке. Да? Да. Это делается в Лондоне, во всех цивилизованных странах. Развитая цивилизация. Писали, что это в Бомбее тоже было. Есть один ресторан рядом с метро. Там такое подавали. Один человек страдал от проказы, и ему говорили, что тебе остался всего месяц жизни. Если хочешь наслаждаться, наслаждайся, но если ты хочешь излечиться, тебе нужна человеческая плоть. Ну, я же не питаюсь человечиной. И он начал есть ее повсеместно. Ему понравилось одно место, он там ел целый месяц. В конце концов, он излечился, и полиция сообщила, что они обнаружили, что они там подавали человечину. Они звали бедных людей из Южной Индии, чтобы мыть посуду. Дали им, давали им 5 рупий, затем они их убивали вечером, а утром съедали. Это давно уже делалось в китайском доме в Калькутте. Они позвали какого-то корабейника, уличного торговца, и убили его. Бомбей, да. Этот отчет был засекречен. Правительство не станет об этом распространяться. Обрыв записи. Поставка большого количества молока, нет? Нет, это молоко используется в лекарственных целях, от коклюша. Если чё-то болен коклюшем, они употребляли это молоко верблюжье. Дети, которые не росли, им давали это молоко зимой, и они начинали расти. Ну, они как верблюда становились, я шучу, конечно. Они становились высокими. Согласно принципам Айурведы, у каждого животного есть способность лечить от определенной болезни. Шиталамата всегда передвигается на ослице. Молоко ослице очень хорошо от оспы. Если употреблять по одной ложечке каждый день, точнее трех дней в году, человек избавляется от риска заболеть оспой. Она передвигается на осле, на ослице. Да. А ганеша передвигается на мышке. То есть нужно есть мышку, чтобы достичь успеха. Я думаю, разум. Не успеха, а разум. Нет, ганеша, он дает успех. Верно. То есть нужно есть крысу. Не крысу, а молоко. Мы говорим лишь о молоке. Молоко крысы. Но если ученые смогут его экстрадировать, то это хорошо. Ведь мышка очень маленькая. Но у них должно быть молоко. У каждой самки есть молоко. Это из того, что я читал. Крыса ответственна за распространение холеры. То есть там, где крысы, там холера. Ну, в ганеша он не за холеру отвечает. Он за успех отвечает. Это означает, что те, кто хотят успеха, потому что они должны есть молоко крысы. Ямараджа ездит на буйволе. Мы не рекомендуем буйволовое молоко. В движении сознания Кришны мы не рекомендуем буйволовое молоко. Нет. Любой, кто очень хочет побыстрее отправиться к ямараджу, может пить буйволовое молоко. Или, может быть, если будешь пить молоко буйволицы, ямарадж не коснется тебя. Может быть, и другая сторона у этого. Обрыв записи. Утром можно брать воду из реки, опорожнять кишечник, потом мыть руки, купаться. И один кувшин воды приносить домой. И тогда проблема с водой решена. Но сейчас в Матхурии они строят нефтеперерабатывающие заводы, чтобы загрязнять ямону. Через пять лет будет проблема. Если правительство хочет вас убить, кто может вас спасти? Это другой вопрос. Ракша-бакшака. Правительство должно защищать вас, но если правительство хочет вас убить, кто вас защитит? Как сейчас мать должна защищать ребенка. Но если мать убивает, то защитит его. У него нет выхода. Даже среди животных, птиц, мать защищает своего ребенка. И детеныши идут за мамой. Кроме змей, змей съедают свое потомство. И слишком много, и они съедают, по крайней мере, половины этой четверти не позволяют змейному поколению разрастаться. После родов змея голодная. Те, кто выживают, они зависят от твоей матери. Кроме змей. Змейного правительства. Каль-югу есть и матери змеи. Обрыв записи. Но они не могут их накормить, покупая пищу. Корма. И поэтому те кормятся на улицах. И точно так же, бедняк, он содержит корову. Он не может покупать корма для коровы. Поэтому она пасется на подножном корму. В Германии я видел. Им не дают дополнительно пищу. Они живут просто пасясь на поле. Вот так нужно организовать. Они должны питаться подножным кормом. А не то, что им нужно покупать ее. Тогда вы не сможете содержать. Недавно мы ходили на Говардхан. Несколько лет назад трава на Говардхане была очень высокая, зеленая. В этом году не так. Она пожухлая, желтая. Да, со времен Кришны коровы кормятся травой, растущей на Говардхане. Поэтому Кришна рекомендовал лучше поклоняйтесь холму Говардхан. Почему вы идете к Индре? То есть в этом районе можно выращивать высокую зеленую траву? Да, повсюду. Проблема лишь в том, что воды нет. Нет водоснабжения. Дождливый сезон. Здесь все естественным образом зеленеет. Сразу же. Сразу же. Единственная проблема, потому что воды нет. В Гуджерате та же проблема. Они копают колодец или пруд 2,5 гектара. Как мы выкопали здесь, в Майяпуре, чтобы собирать воду. Так собирается дождевая вода. Здесь тоже можно это сделать для маленькой фермы. обрывзаписи. Обрывзаписи. Если проводить сангиртану, тогда вода придет. Вам не нужно ничего делать. Иначе же слова ги-то не истины. Ягьят, бхавати, паржаньяд. Дается формула. Совершайте ягью и будет вода. Они не совершают ягью. То есть очень важно совершать круглосуточный киртан здесь. Да. Благодаря этому дожди будут выпадать. Да. Но мы не должны петь ради дождя. Он придет естественным образом, но мы должны петь ради удовлетворения Кришны. Есть такие слухи, что в Соединенных Штатах очень суровая засуха начнется. Но благодаря пению прядных этого не будет. Да, повсюду. даже если засуха случится среди непредных, преданным не нужно об этом переживать. Обрыв записи. Представьте, если эти холмы покроются зеленью, сколько кормов будет для животных, для человека. Сейчас все высохло. люди должны незамедлительно прибегнуть к воспеванию, чтобы решить эту проблему. Ягья значит Ягья и Санкиртана. Они думают, что у них дела поважнее. Они зависят от стольких вещей помимо Кришны. Если будет яркий пример, они сразу будут копировать. Они любят копировать. мы откроем храм здесь, и здесь условия улучшатся, то естественным образом все последуют нашему примеру. Мы посмотрим в следующем году. Они все будут автоматически копировать. Им нравится все копировать. Если наши храмы будут успешными в Майяпуре, в Хайдарабаде, повсюду, фермы, если они смогут производить много и естественным образом они придут к этому. Да, это тоже хорошо. У нас нет заводов, у нас нет бизнеса. Люди задают вопрос, они недоумевают. Почему они не подражают этому? Нет, они будут подражать, поскольку вот почему мы отправились в Ахмедабад. Они хотят увидеть практический пример. У нас уже есть практический пример. У нас 102 филиала, мы содержим столько людей, они не работают. Нет, Искон стал успешнее правительства. За 10 лет Искон сделал столько, сколько не сделал никакое другое правительство. Да, даже в Америке они удивляются. В нашем храме Лос-Анджелеса у наших преданных продавцы спрашивают, а как вы себя содержите? Столько машин, вы не работаете, у вас столько машин, живете так хорошо, в хороших зданиях живете. Откуда у вас деньги? Они удивляются, они думают, что мы паразиты. Это другое впечатление, но нужно его прояснять. Хорошо, паразиты или нет, но мы не работаем, и мы получаем пищу, потому что мы у них просим пожертвования, они дают нам. Но так почему бы вам не прекратить, вы что, мы разве заставляем вас давать, прекратите? Мы просим вас пожертвования, прекратите, но вы не можете вынуждены нам давать. Мы показываем, что мы просящие, а мы собираем с вас налог. Вы можете думать все, что хотите. Правительство тоже собирает подати. Да, нет, если вы собираете пожертвования, ну прекратите давать пожертвования, это же в ваших руках. Мы независим от вас. Конец записи. Продолжение следует...